пожалуйста вот рваные ранки на хвосту и и такое вот друзья есть пожалуйста можете только мне пожелать не хвоста не чешуи я буду пробовать вас весьма приятненького судочка хода есть пожалуйста друзья с хорошей поклевочкой а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, так уже хочется половить медиум-лайтом, поработать с Каем, скажем так, в его среднем тестовом диапазоне. И начиная от 6-8, заканчивая, ну, наверное, 12 граммами, и неспроста выбрал речку Гуйва. Эта речка моего детства, она всегда трудовая, она всегда сложная. Речка представляет собой большой разлив в том участке, в селе, скажем так, Пряжа, Вазаричан, куда мы, собственно говоря, отправились. И сегодня поищем клыкастого. Он здесь есть, мы его ловили. В принципе, его здесь хватает. Тоже в относительном количестве водичка уже подостыла. Водичка уже относительно прозрачная. Так что можете только мне пожелать, не хвоста, не чешуи. И я буду пробовать. Класс. Класс, класс, класс. Это пушка-ракета. Пушка-ракета. Спиннинг хоть не сломал. Без эпикфайлов никак. Друзья, первый, как говорится, заброс всегда волнительный. Особенно, если ты, ну, относительно, как бы, давно не был на данной речке, то это по-особенному приятно. Почему именно МЛ, почему я взял сегодня такое относительно дальнобойное удилище? Во-первых, вы можете наблюдать относительную ширину речки. Порядка 80-100 метров. Это первое. Во-вторых, сам по себе Уивинский каскад, он очень своеобразный. Тут русло петляет в тысячу сторон. И благодаря данному удилищу ты можешь максимально далеко забросить. То есть, как позволяет твоя техника, тактика, снасть. И я поставил сейчас 8 грамм вольфрам, изик, в масле трехдюймовый. И мы сейчас попроверяем на активную. Мы сейчас будем максимально дальняк пробрасывать. Не знаю, может и ноги сработают. Бывает, надо такое. Тут русло в этом участке проходит возле берега. С той стороны меляк. На том противоположном берегу, туда, скажем так, всем известный бобровый залив, бобровый ручей. Там русло по той стороне. Ну и как бы, если с лодки рыбачить, проблем вообще нет. То есть, ты себе рыбачишь, ходишь и получаешь максимум удовольствия. В береговом спиннинге, в береговом лайте есть свой кайф, есть свой, скажем так, Не побоюсь этого слова, антураж. Ветерок небольшой. Пасмурная такая погода. Со свинцовыми тучами. Но, как говорится, упал я, конечно, смачно, друзья. Так что, ночью были дожди. Нам мукла почва. Неосторожно. Чуть-чуть наступил и получился такой нюанс. Была поклевка, друзья. Скорее всего, наверное, щука. Такая поклевка-подтяжка, честно сказать. Не ожидал. В береговой линии. Да, пожалуйста. Смотрите, как четенько судачок откусил хвостик. Вдруг удастся доловить. И это проделки судака. Это проделки судака. По классике так вот в наглою ударить. Ну, ты хитреныш. Друзья, вот, собственно говоря, такое весьма интересное... Ой, класс. Так вот ломается спиннинг. И, кстати, тоже один из маленьких секретов. Сюда просматривайте сзади, где находится ваша приманка. И куда вы забрасываете. Потому что благодаря длинной удочке вы можете не только там приманку, скажем так, оборвать. Ну и, не дай бог, сломать свой любимый спиннинг. Переместились. Новая локация. Ну, глубина весьма интересная. Приманка 3 дюйма и 8 граммов подло порядка 10 секунд. Скорее всего, идет поворот русловая бровочка. Сейчас прокидаем, проработаем это место. Красавчик, покажи-ка. Блин, я его тут двойником глаз пробил. Друзья, вот, собственно говоря, первый и на масло. Покажи масло. Да, да, чтобы ты понимал, первая поклёпка на все взбивает. Я заряжаю двойник. Друзья, вот, собственно говоря, ювенские судаки. А таких еще мелких. Ну, друзья, естественно, всю рыбу, которую мы... Я думаю, здесь глаза выживет. Выживет. А думаю, будет одноглазый пират. Но все равно красавчик, видишь. А именно сейчас там поклёвки, я не знаю. Может, хочешь сейчас туда перейти. Не, мы, я сейчас тут обработаю и пойдем туда дальше. Друзья, у Ветоля произошла поклёвка хорошего судака. Он завел корягу и мы его оттуда не можем изъять. А где-то там была Ветоль поклёвка? Даже чуть ближе, понял. Угу. Поваленное дерево и... И он там, смотри, и водит. Водит хороший судак. Двойник, понял еще. А, двойник, да. Есть. Придется, наверное. Попробуй, может, как-то отпусти, может, он выйдет. Ветоль, красивая красотка Гуйва со своими сюрпризами. Так смотришь туда вдаль, такие прям скандинавские красоты. Правда, Ветоль? Правда. Опа. Ветоль, облизываю корягу. Вот тупо закинул соседом наглую в коряжник. Наверное, уже приманки дядь нет. Не то, что она верно, а ее нет. Друзья, а может и посмотрим. Смотри, Ветоль. Подрал. Ну, я же тебе говорю. Вот он, друзья, пожалуйста. Электрик. Друзья, есть. Пожалуйста. Первая поклевка. И, пожалуйста, объект нашей ловли. Собственно говоря, пан Судачок. С такой классной, характерной поклевочкой. Гуйва. Это не Днепровский каскад, но, тем не менее, приятненький такой уже вот Судачок. 300, да. 300, не меньше. Виолет Фаер. И уже на выматывание. Друзья, как говорится, терпение и труд все перетрут. Вот имеем вот такого вот весьма приятненького Судачка. Да, будете смеяться, мелковат, но он желанный. У нас была поклевка у Ветоля. Завела рыба. Была поклевочка. Завела рыба в коряжке. Ну и, собственно говоря, вот такой вот Судачок. По классике. С ударчиком. Красота. Не знаю, я обалдею. Они такие хоть и небольшие, но посмотрел на формат речки. Должна сейчас у меня четверка быть в руках. Но это начало положено. Будем продолжать. Возможно, нам повезет. И мы поймаем еще. Красавчик. Все, красава. Спортсмена поймал, отпусти. Да и, собственно говоря, вот он сам и отпустился. Друзья, сейчас вот поставили два таких чуть-чуть как бы разных типа приманок. Витальчик сейчас хочет на поролончик. У него такой а-ля Джигрих метод. А я поставил в масле виброхвостик. Попробуем сейчас поработать непосредственно по этой коряжке. Витальчик, давай ты тули. Потом я за тобой. Бывает иногда, друзья, такой период, когда, например, вот бродишь, 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 бродишь. И судак начинает включаться в активность. Просто не пришло время. И по осенним рыбалкам не всегда. Там вот утренняя зорька, там вот эти вот дорассветное время, как летом, оно может не работать. Бывает такое, что вот рыба начинает включаться непосредственно в обеденное время. Или уже во второй половине дня. Когда вода немножко, скажем так, прогревается. В любом случае, днем температурный режим выше, чем ночью, или там под утро. Так что как-то так. Почайная. Как бы так скидал. Опа, друзья. Та вышел. Вот это была, конечно. Ра-па-па-па-па. Была хорошая судачья поклевка. Хорошего судака, но, увы, засомневавшись в рыбе, я не подсек. Оп-оп, облизываю веточки. Облизываем веточки. Судакер, давай. Друзья, вы это видели? На этом каскадном рельефе была очень с коряги классная злая поклевка. И я подсек. И я не знаю, как это произошло. То ли перетерся шнур, то ли что, но... Обидно. Очень обидно. Вот обровала рыба. Крупная рыба. В этих вот пенях. И на мелкого рачка. Есть, да, Веталь? Красавчик. Вон, друзья. Красавчик, Веталь. Вот видишь? Наконец-то, Кайтек мой, родимый, сработал. Опять же, не крупный, но все же, ребята. А, ну, где-то я покажу его. Ну, я встану. На, держи. Аккуратно там, я его сильно не кусок. Друзья, вот такие вот стандартные судочки Гуйвинского каскада. Ну, тем не менее, тем не менее. Вымучил я, какого-то. Красавчик. Так, мне интересно, сколько такое. Кайтек работает. Да, конечно. 300? Ну, почти. Друзья, 260. Ну, 260. Веталь, естественно. Иначе я не буду. Кайтек релиз. Все, давай. Так, друзья, продолжаю упираться на масло. Есть, 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 есть. Вот, пожалуйста, уже в самых ногах. Вот это вот уже начинает по чуть-чуть не нравиться. Вот такой вот еще один судачок по классике жанра. Посмотрите, как он прикусил. Креманочка 8 грамм груз. И паловское масло. Сегодня, наверное, это один из самых таких... Ой, так, 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 так. Отдай приманку. Такой хокворм. Классная серия крючков. Так. Малыш. Ой, классненько ушел. Забросил на дальнюю дистанцию. И практически уже, наверное, в 5-7 метров от берега заработал четкую судачу поклевочку. Тюкнул в ногах. И всегда в ловле на джиг, а тем более в судаке, стоит доводить приманку до берега. Хотя некоторые судачатники считают, если вы нашли какой-то очень перспективный, интересный рельеф, вы обработали его, перезабросили. Обработали его, перезабросили. Да, спору нет. Такая тактика тоже работает. Но в данном случае, в данном моменте и на условиях этой реки нужно доводить приманку к берегу, так как русло практически в ногах. И оно закоряжено. Ветки какие-то, подводные палочки, корни старых деревьев, камни, естественно, речка, вы же видите, вся практически в камнях. Вон скальные ущелья, она такая этничная, интересная, скажем так. Конфеточный котон, флик с блестками. Если судак будет более-менее адекватно, активный, заработаем поклевочку. Я уже, честно сказать, соскучал за хорошим судачком, за поклевками. Есть, пожалуйста, друзья, с хорошей поклевочкой на бровочке. Да, небольшой, но, опять же, кэнди сработал. И мы имеем еще одного судачка. Ну, пожалуйста. Ну, этот, кстати, наверное, самый покрупнее. И хочу вам сейчас продемонстрировать вот такой вот красавчик. Кто-то его уже кушал вот здесь. И обратите, пожалуйста, внимание, какие вот рваные раны у него на хвосту. Пожалуйста. Вот рваные ранки на хвосту. И вот такой вот гуйвинский. Ну, как бы это смешно и парадоксально не звучало, но это стандартный такой береговой гуйвинский судачок. Ну, этого зависим, я думаю, грамм за 300. Такой вот хорошая поклевочка. Вот, пожалуйста, опять же, подтверждается моя теория практика. Смена приманки на том же самом месте, которое вы обрасывали, вы зарабатываете поклевочку. Сколько это получается? Я поймал два, ветль поймал два. И этот пятый судачок. Пятый судачок. Ой-ой-ой, сейчас я тебя быстренько отпущу, не буду мучить. Ну да, пожалуйста. Просто 280 грамм. Друзья, решил проверить натуральным белым перламутровым цветом. В свое время он здесь на гуйве хорошо работал. Просто ты, когда часто рыбачишь в определенном месте, ты смотришь под призмой своего опыта. Та приманка работала, та приманка работала. Иногда бывают выстреливаются, срабатывают абсолютно такие цвета и приманки, которые не часто работают. Красавчик. И у меня была поклевка. Ты прикидываешь, Ветон? И у меня была поклевка на ближние. Это ты на танту? Да. Так, береговая линия. Есть. Друзья, судачок. Вот, пожалуйста, еще... Слушай, Ветовь, видишь прикол? Он прижал бородой, и я его пробил. Береговой тоже, я живу. Как в замке, друзья. Вот вам, пожалуйста, и критикуют, что осеты не просекают судака. Судак, вот, пожалуйста, если камера передаст, прижал бородой буквально в береговой линии, и я его удачно просек. Слушай, ну такой красивый, ну реально, пускай даже и мелкий, Ветовь, ну такая динамика. Ну и, как бы, моя теория еще раз подтвердилась, что во второй половине дня, друзья, скорее всего... Красавчик, давай. Ой, ушел. Друзья, Ветовь сегодня красавчик, рекордсмен. Видишь, ты говорил, что Чика, а он, видишь, он стоит, но... Ну, что, такой сначала пугук, не понял. Угу. Пожалуйста, ребята. Да? Вот такой вот стандартный судачок на Чику. Вот, перо его взял. Ага. Ну, все, стандарт. Ой, красавчик. Смотри, вот, видишь. Вот это мой берег, пожалуйста. Виталя, давай. Ой, ну... Давай, Семь, стандарт. Ты ей кить колапай-то? Я кикить колапай, да. Вот это танточка. Аперкатовские крючочки с тонкой проволокой. Друзья, ну это подожди. Я поймал три, ты поймал три. У нас шесть судачков. Четыре. Четыре. А, малюсенькая вода, друзья. Вот, пожалуйста. Вуйвинский стандартный судачок. Шаповская там-то приносит судачка. Кстати, друзья, хочу похвалить заслуженно серию крючков. Декой апрокат. Тонкая, удлиненная, да, и... А, ты смотри, укусил меня, гаденыш, давай, наплыви. Вот эта вот серия, она и по черве подходит. Ворм, червяк, я думаю, что многим известно этот перевод. И... Ой, сейчас упадет вода. Такая вот классная. Друзья, сели покушать. Сегодня нам Бог послал, вот такая вчера. Гостевали родители, сделали пиццу. Запеченное бедрышко, кусочек стейка. Ну и обязательно, а тем более в данное время года очень актуально, чай, кофе. Сейчас попьем, перекусим и поработаем еще. Время еще есть, желание есть. Коротокосенний день. Да, в 5 часов вечера уже практически, хоть глаз, как говорится, выкали. Но... Поупираемся, поподбираем. Ну и подытожим нашу сегодняшнюю рыбалку. Как по мне, динамичную, интересную. И расскажу свое мнение о двух скайлайнах. Друзья, вы это видели? Я только что ввел на быстром выматывании наш с вами виброхвост. И летела щука. И уже хотела, скажем так, вдогонку, в попыхах атаковать. Но я вытащил приманку, и она буквально в самом береге сошла. Вот, собственно говоря, и закончилась наша рыбалка с веталем на речке Гуева. Ну и было бы целесообразно подвести ее итоги. Главная цель, которую мы себе ставили, поймать судака, поискать его на дальней дистанции, ближней дистанции. У нас, в принципе, получилось. Мы поймали там до десятка этих судачков. Ну, учитывая фактор слома погоды, и то, что эти места относительно недалеко от центра, там буквально 15-20 до получаса, можно сюда приехать общественным транспортом, и побродить по такому красивому антуражному лесу, полазить по этой речке и порыбачить. По самым приманкам я не мог определить, ни я, ни вверх, какую-то зацепку в цвете или в форме. И на фишаповскую танту поймали, и на спиминпак, и спиминпак фэт. У меня на Ренсовске были поклевки, то есть вот эти вот сходы в корягах, холостые поклевки, там на гламур пинг, такой ядовито-родовый, виброхвост из вишанер 3,5 дюйма были классные поклевки. Если бы реализовать все поклевки, все подачи, которые сегодня у нас были, то мы бы поймали, наверное, ну где-то десятка-два, ну не меньше. Много было сходов, то есть с дальника пора или с берега какие-то поклевочки были интересные. То есть он прикусывал, как-то прижимал в конце этот мелкий судачок, прижал бородой, его аж просек под нижнюю челюсть и в верхнюю, опять же, все эти крючки абсолютно нормально засекают. Ну вот так вот полазили, побродили, ну и потестировали скайлайны. У меня моделька, новая, до 18-ти, это старый скайлайны. И периодически так во время рыбалки менялись спиннингами, пробовали делить своим мнением и сложилась такая объективная точка зрения, что новая генерация скайлайна, он более жестче. То есть по чувствительности, ну понятно, Татарзайт, это высокомодульный карбон, они более-менее как бы одинаково нельзя там определить в равных условиях, какой чувствительный, но скайлайн это одна из самых моих любимых удочек. Это топовый сегмент, это дальний заброс, вот эти вот хлестки за спины просто как пули летели. В 10 грамм я забрасывал на 60, на 70 метров на 08-й нитке. Не, даже может больше. Может даже, да, дальше. Такая же ошибка, ветер немного выдувает. Боковой, но если вам нужно береговой, такой вот чисто лайкик, забросить там 10 граммов с приманкой на супердальняк, скажем так, достать рыбу с дальней бровки, если она бывает клюет на тех же соревнованиях или каких-то там определенных точках, рельефах, ты делаешь заброс, ты контролируешь приманку, у тебя есть понимание дна, то есть ты шьешь дно, делаешь ступенечку и ловишь судака. Друзья, вот такая вот у нас сегодня была рыбалка. Ну и естественно, не забывайте отпускать рыбу. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, на наши социальные сети, которые будут в описании. Вы были на канале Фаворит Фишинг, в кадре был Юрий и Виталик. Друзья, до встречи. До встречи.